Онлайн-предупреждение в плену призраков или вредные привычки. Человек живет в окружающем мире. Человек – это разумное существо. Так почему же на каждой ступени вредные привычки поджидают его? Маленький в носу ковыряет умело, лезет в розетки, играет в дыму, может на пол упасть в магазине, чтобы игрушка досталась ему. Но вот вырастает наш недоросль быстро, другие привычки встречают в пути. Привыкают они к ним очень шустро, и их нельзя никак обойти. Конечно же мат – нецензурная брань, ведь нужно внимания на себя обратить. Как круто собрать приятелей всех и взрослые у них иметь успех. Русский язык – красивый язык, давайте на нем всегда говорить. Но нет же, ругаются все, им это претит, ведь страсть к пульгаризмам у нас бурлит. Не гневите бога матом, реактивен мат как атом. Лучше сдержанно молчать, когда хочется кричать. Еще одна привычка роковая, ведь взрослые пивасик распивают. Бывает пьют, что и покрепче дружно, кто их осудит. Им ведь это нужно. Дурной пример влияет очень быстро. И вот уже уселись у канистры, нос покраснел, глаза стоп-ложки и чудятся уже на ветках бложки. А где мы пьем, там и курить охота. И вот сидим, как будто идиоты, не видим ни красот, лишь дым стеною. В него ушли мы дружную толпою. А завтра утром с перепою, и жизнь не в радость. Нужно похмелиться. И понеслось все словно в колеснице. А помнитесь, друзья, ведь жизнь прекрасна. Не тратьте свои годы вы напрасно. Когда вы оглянетесь, протрезвев, там пустота. Таков уж ваш удел. Дана вам голова, ей надо думать. Учитесь, чтобы цель свою достичь. Отбросьте свою лень и гору рюмок, чтобы жизни и истину постичь. Живите, радуйтесь, учитесь. Любите, делайте добро. Родителей своих цените и уважайте их тепло. Тянитесь к звездам и цените труд. Свой и чужой, как это было прежде. Цените красоту, тепло, уют. Мечтайте и поклон от всех. Надежде.